плохо ну тогда назад все вернул как осталось выплачивать на немного нормально чуть-чуть в песке копаться сундучки ломать деньгами но серверов то дохера различных там и режимы есть и более требовательные менее требовательные и counter street есть и и майнкрафт ну чё только нету ну ты от лекса ставил если если у лекса если рассказывал там на рабочем столе папка с двумя плюсами и открываешь два раза кликаешь и все блять три сотки набралось counter strike требуется даже в роблоксе теперь понятно почему у меня все игры лагают она более худшей видюхи не лагала так моим редук только оперативку очищает оперативки даже на эту хуйню хватает даже на на зомби серверы хватает ее мм редукт он просто очищает ли ну лишнюю память и все так все нормально шейдеры блин ну движок чисто вот движок и тут одни текстуры остаются уже взять всю папку платформ контент закрыть она кстати может даже и не запуститься из-за этого если прям будет требовать хотя у меня закрыто здесь все абсолютно и шрифты и текстуры их просто по-другому закрывал да ёпта отсутствует папка да я блять такую же папку создам пустую ты ты чё будешь жаловаться что она отсутствует потому что в этой папке нет ни одного файла который она использует вообще ни одного хочет пустую папку пусть получает пустую папку если ей так надо кс-1.6 много патчей выходила очень много кс-1.6 это очень долгая история а ей еще внутри папка пика нужно но будет ей папка пика чего такого на вот и блять слишком дохера хочет налагает 100 патчей было выпущено уже сначала было кс там много кс-1.5 раньше было когда-то ну вообще 1.1 было 1.6 у нее тоже богатая история патчи очень много на 1.6 выходила вот теперь не жалуется но просто пустую папку создать и все не жалуется запустится без шрифтов без текстур без всего куда денется ну вот запускается потихоньку делов то не сложно ну очень долго запускается очень долго движок старый работает медленно максимально медленно рубок старая игра писалась под старые компьютеры под одноядерные и они начали хуярить и хуярить и хуярить на этот движок различных приколов до спокойно запускается и на сайта зайдет я найти на карты зайдет я больше чем уверен чтобы я здесь поправил даже не знаю убрал бы курсоры меньше памяти бы расходовала нету все да это нормально 42 мегабайта яндекс браузер нет настройки нет говорит надо надоело это как она называется реклама установи программу какую-то а это что не реклама что ли роблокс можно в т-лаунче скачать бета так у меня и так тянет мы же добились там 60 70 fps вот я же запускал эту карту 60 70 fps выдала со стримом блять серьезно что ли а он отдельно блять не отдельно сука он устанавливает это обычный стандартный лаунчер у меня походу сейчас все перекачиваться будет нет установилась отдельно все таки это старый роблокс расположение файла сколько весит сука да он просто из интернета докачался ёбаный в рот этого казино ну не знаю я на другое рассчитывал шейдерс серьезно что ли ёбаный в рот охуеть он он на мой роблокс и залез а нахуя его в c games устанавливал меня просили куда установить я ответил c games где это c games а роблокс блять ну это что что за роблокс это не понимаю меня перекидывает на новый когда я открываю старый а старый находится в отдельной папке что это your browser is not supported это не your браузер это ее браузер это ваш браузер ёпта not supported это ваш блять роблоксовский браузер не поддерживается это их не браузер не поддерживается исключительно их браузер кстати а где мне такую панельку открыть чтобы еще было видно какие скрипты здесь находятся куда ты мне что-то что-то мне устанавливаешь нахуя ты мне это устанавливаешь серьезно ну понятно что он устарел и что надо перейти по новее а что если взять старые конфиги и все остальное старье с оригинальной по с этой со старой папки засунуть в новую так что она мне здесь докачала тмп удаление что-то она мне тут докачала шейдеры наверное докачала походу да да докачала докачала ну кстати старые старые шейдеры на новые не поменяла это уже плюс джель вот старые остались она их даже не заметила что они старые опа до грузила куда она еще тут до грузила а ну в принципе она до грузила везде где папки переименовывал луа 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 не нагрузила вот я закрыл папку не нету так она чё не использует эту папку а если я закрываю она пишет что нету и и при этом она ее не использует рендер систем для 3d 9 вот он файлик рендер систем джель а сейчас ни одного ни другого нет ни 9 директа поддержка не джели поддержка вообще ничего так 11 закрыт 10 закрыт вот девятый остался вот так его хопа очень сомнительно правда что там будет что-то на экране появляться но все равно а вдруг появится вдруг она увидела рендер они пудик да и лельки может забыли удалить нет не забыли падлы не забыли нихуя не не забыли ёпта понятно вообще ничего не забыли какие молодцы ну что чем меня еще старый роблок сможешь порадовать можете найду что-нибудь интересное там луа паскаджис я не знаю что такое луа вот но это единственная одна из тех папок которые можно здесь закрывать была бы возможность я бы вообще все по закрывал бы ну вот запускается без луа пасках паскаджис смотрю иконки пропали опа а что это у нас такое а ну-ка то есть получается сколько тут разрешения если сжать окошко роблокса нам на максимум то можно добиться повышение фпс в два раза alt enter нет разворачивается на весь экран блять короче подстраивается под разрешение да будет 800 на 600 и уже 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 фпс в два раза увеличивается так это надо нет это это вообще ничего не дало это даже к сведению брать смысла нет но я просто офигел почему они убрали поддержку g или директ x а вот зачем они это сделали но два года я не слышал ничего про это а тут у у нас и услышал кстати скрипты можно закрыть папку со скриптами там скрипты на аватарке они могут тоже жрать протиск мешаться это сетки это сетки аватаров или как это что-то типа сетки сетки аватаров heads головы композитинг не знаю что это такое разбираться надо ну да думаю скрипты можно закрыть ну со шрифтами вообще ничего не вышло если что можно закрыть здесь это гейм контроллер rdb но это сами разрабы его не удалили потому что он уже есть sounds просто звуки обычные нужны будут хотя могло бы нагрузку на процик снизить все таки ночью можно было бы закрыть а тут основная папка с текстурами бля ну тут принять текстураш не помогут тут в курсоры то что надо очень много всего вот курсоры тут смысла нет остальное это просто картинки просто папка с картинками и смысла тут особо утруждать себя нету кстати можно закрыть и остальные папки которые не нужны все что с разработкой связано дебаггер дэв она здесь вообще не нужно и она никому не пригодится но пригодится только для тех кто карты создает таких мало и они скорее всего не будут смотреть повышение фпсов в каком-то роблоксе а партика вас это основная хуйня основная хуйня ёпта так и все что на студия начинается тоже отключить потому что шляпа начинается на студии это опять для разработка для разработчиков потому что студия это просто инструмент tools это такая же самая хуйня для разработчиков да можно проверять была бы возможность просто взять и поставить свое разрешение в этом роблоксе на проблем было бы меньше к тому же полноэкранный режим его здесь нет а это большой удар по производительности нету здесь никакого полноэкранного режима либо полноэкранный в окне либо просто оконный и все хотя в принципе это же не как бы не настоящая игра по сути это просто интернет explorer настроенный на то чтобы запускать там всякие флэш игры и все а флэш он не знаю на чем они запускаются но я близь знаешь у флэш он сам по себе но нет флэш еще оптимизирован был наверно юнистом запускается блять что-то не поймал не может она быстрее грузится стала но это что-то не поймут что с видео памятью может я что-то забыл закрыть или что это да нет ничего и не забывал вот это очень странно получается оперативки стало больше юницы блять серьезно то есть если я убрал курсор у меня стандартного теперь не будет на курсора съел пожрал курсоры бля я наоборот закрывал все текстуры наоборот закрывал почему памяти больше стала использоваться это либо робокс выебывается либо винда разгулялась на полную катушку конфикс из-за конфигов типа больше юзать что ли стала на карту зайди ну на карте плюс-минус такой же фпс как и в меню примерно примерно то же самое а курсоры нашел курсор геймпад нужен нет конечно не нужен закрыл keyboard mouse ну может и пригодится опа опа как все хорошо то стало как все охуительно стало а теперь уже и оперативки нормально используется теперь уже и видюха не сильно занято уже и оперативка тоже не сильно ну ладно курсоры это не так то уж чтобы плохо было смотрит и запоминает чел я два года назад выпустил видео и максимум что запомнил этот разраб то что надо удалить поддержку директор 9 и opengl который повышал фпс всем теперь мое старое видео него не актуально вот единственное что запомнил разработчик потому что люди все люди ну школьники они все писали говорили что это хорошо помогает она помогала до тех пор пока разраб решил что надо все убрать молодец но менюшки тоже упор в процек можно конечно а демка выключена я первый театр это минус да ну нахуй серьезно она все равно громко наушники перепутал местами да здравствует логатория ты не наводится падла да да блин вскепи ну ладно короче где тут эта хуйня наверное но сам стрим отнимает порядка но больше половины производительности стрима отнимает больше половины это много вся эта хуета она состоит из картинок аля текстуры из моделек аля просто как это конфиг какая-то хуйня просто вот вся вот эта шляпа крутится здесь вокруг roblox player beta вот вокруг этой хуйни крутится основной производительность там и все вывод вот короче шляпу надо менять 2012 года это максимальная поддержка была роблокс об потом что-то резко поменялось и вместо roblox роблокс плеер до какого он поддерживался до 2000 2018 это значит просто не обновлялся здесь ничего не обновлялась роблокс плеер бета 28 мегабайт весит это старый надо скачать шейдеры девяточка десяточка все шейдеры готовые прям максимально я думаю если она сейчас не вот иконка вещь поменялась это она там была старая а здесь она новая резко я думаю если он запустится он пойдет файлы докачивать потому что хотя всякое может быть ну ка о ебать а ю графикс драйвер old так сейчас я буду качать все шейдеры ваще сука еще сейчас я буду качать все шейдеры ой ёпта ну то что она запускается это просто удивительно если убрать ограничения о невозможно присоединиться интерфейс игра неправильная так но это же плеер ёпта интерфейс запускной не нужен по сути я сделал так что она работает охуеть не встать я сделал так что она работает блять но тут надо попробовать с браузера запустить вот сучка он рекогнизит оптион эр лог хотя все тут может от карты зависеть может на какой-то карте лучше будет да жалко конечно что не запустилась она бы не стала требовать другие библиотеки наверное да наверное с ошибкой походу да все я вижу ошибка вылетела там хотя стартует стартует и не стартует сука хотя если честно здесь такие шейдеры что они меньше оригинальных где-то в 3 в 4 раза то есть вполне может быть что если я поставлю оригинальный этот запускник то он будет работать нормально я его только переименовал у него значок сразу поменялся охренеть как так прикол блять да ну нахуй блять ёбаная огонь его я вообще вахуй ты смотри что она делает а туплю я ёпта надо было не интерфейс с менюшкой запускать надо было сразу игры запускать какая нахуй разница не о ну карта запустилась но экрана не видать но карта запустилась значит грёбаные шейдеры виноваты 40 фпс но на этой стройке она вообще не запустится я уверен что менюшка максимум ну на карту точно не зайдет вот сволочи да уж не ну зачем так делать но смысл убирать поддержку рендеров тем более opengl это это он не зависит от того устаревший он или более новый opengl и в 1.6 был и по сей день используется всеми играми ну сейчас в основном конечно вулкан используется но opengl он ну не терял актуальность если директа они всегда обновлялись там вот остальные шейдеры можно не обновлять блин козлы сука экрана нету почему он картинки не прогружает я же просто убрал шейдеры и все я же просто шейдеры убрал ну чё вам эти шейдеры нужны для загрузки вашего браузера блин не этой шляпе только один файл надо подавать и все она больше ни на что не реагирует хотя у меня есть думка такая неплохая что короче я вот о чем подумал если переименовать десятый на девятый и она будет работать как десятый точнее как одиннадцатый но на рендеринге девятом а может она просто не запустится хотя тут девятка то есть сука как тогда это делать десятый на девять переименовать если она запустится то она будет работать как одиннадцатый или как десятый на девятом ну в другой в игре сработало насчет этой игры не знаю насчет этой игры вряд ли да я угадал не вот это вся хуйня которая находится контент экстра контент платформ это конечно влияет на игру но это не может полностью на игру повлиять это влияет где-то на десять на пятнадцать процентов по производительности вся основная производительность только здесь в roblox player beta вот здесь самая основная производительность есть конечно варик полностью скачать roblox полностью чтобы он не выебывался чтобы он все нормально грузил чтобы он на карты заходил может быть если повезет но это надо скачивать полностью я только по файлам могу скачать и все только по ебучим файлам хотя в принципе мне то особо и не надо контект экстра контент и все остальное я могу в принципе и сам скопировать мне нужны апсеттинг рублокс бета и все ебать может просто конфигами заняться так надо подумать потому что в казахстане пропаганда идет казахи ну не все казахи конечно я говорю про правительство казахстана они подлизывают очко западу причем подлизывают в открытую вот поэтому ну я не вижу ничего удивительного здесь конечно там идет ярая пропаганда да и в принципе сейчас натравливают сильно ля 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 ебать столько конфигов сейчас надо подумать тут слишком их много тут могут быть настройки опа 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 а здесь доп настройки есть коллижен саунд колли коллюзия это столкновение ну точнее что то с физикой связано звуки коллюзии видать почему не трогай что такое я ну на всякий случай можно сейв сделать ха ха потрогал макс коллюжен саунд но это уже не важно если она выключена то все зависимые настройки уже их смысла ставить нет софтвер саунд это обработка звука на а видео каптура и ней болт а что это за хуйня такая а что это видео каптура и ней болт почему она на тру стоит мне что надо вот прям пользоваться инструментом для записи видосов который там по любому работает постоянно false так видео квалити ноль нахуй вообще даже не один даже ноль о остальные я не понимаю что это такое ой я таких видосов насмотрелся вот на канал горбовского подписано ну в телеге он такую хуйню выкладывает там дети с радужными флагами ходят детский марш лгбт я вообще с этого хуел там даже детям книжки сказки раздают типа пропаганда лгбт я вообще хуел просто в гейропе ходят и детей заставляют я не знаю этим детям сколько лет по 7 по 8 это же пиздец это же пиздец к чему относятся настройки данные блять непонятливые а сэмплос это сглаживание сглаживание 0 антиальясинг сглаживание 2 стоит 0 на какие-то настройки новые новые дохожу ну вот хорошо что уже конец оооо вот здесь в этом файле основные настройки по графике находятся так 0 false 0 0 false но здесь все нормально вот физика да тут все тоже по нулям стоит что хорошо а вот эта текстур композитинг это короче типа ну композитные текстуры false график мод я бы вообще если честно график мод на 0 нахуй поставил бы вот так нахуй если это что-то поменяло бы но 0 это может быть обычный дефолт там графику в роблоксе можно настраивать от 1 до 10 это вся графика роблокса там нельзя поставить графику на 0 там можно поставить на единицу а на 0 нельзя вот я на 0 поставил надеюсь я тот файл редактировал блять походу все поскидывалось нахуй что-то пошло не так что-то пошло не так где-то я переборщил блять где-то вот quality level я прям жопой чую что и вот из-за этого нуля такая хуйня прям текстуры максимальные стоят точнее стоят то они не максимальные но видятся как максимальные ну что я не так сделал я же поправил там где надо было поправлять хотя в принципе сейчас лучше работает но все равно какие 400 мегабайт блять сука откуда графика взялась блять тупой роблокс блять я же выставляю процессора эти все зависимость на настройки на 0 откуда они берутся то да да ничего нельзя сделать ну раньше хотя бы что-то можно было а потом ничего приходит придется на все назад возвращать может я здесь что не так поменял а шо я здесь не так поменял и здесь все так поменял блять да что за хуйня то неужели от этого к велика то а ну ты смотри что она делает я в ахуе значит что то в папке 13 в этой что то пошло не так а как понять какая оригинальная ну вот это вроде оригинальная вот а четверка четверка какая блять это четверка то оригинальная ёпта а то какая то не оригинальная что ли была бля я уже заблудился же запутался нахуй я просто взял и запутался уже ушел нахуй отсюда долбаёк ты по своему бате не ровняй меня он таковы лик он тебя отродил ты вот такой блять вылез из пизды из мамкиной блять и дураком блять пошел блять пошел дураком это вот этот я менял да а тот я обычный поставил а что такое глобал басик сеттинг тут что то мало тут даже можно во внимание не брать по сути ага клиент сеттинг надо тоже папку посмотреть студия апп ну это студия ёптать это же другое тут кстати хуй разберешься это студию настраивать а смысл студию настраивать если этот плеер без студии работает короче тоже нахуй не надо так во да сейчас хорошо ага все таки хорошо заебись заебись короче все таки важная шляпа была оказывается глобал сеттинг 4 сильно влияет это надо взять к сведению радиоман привет ладно сейчас зайду на карту просто посмотрю если ничего не вылетает значит нормально да кстати лучше по памяти стало память хороша прям да да я все правильно сделал память прям вообще заебись нормально да да видюхи прям использовать меньше стало блядь серьезно так она использовать меньше стало текстуры тут какого хуя да такие же остались может просто да это все понятно может просто карта такая ну короче какие то сработали да определенно сработали может из-за этой шляпы вот видео ноль она может единица стояла она раз и сбросилась sound software что я там еще настраивал вот кривая хуй то так что такое график мод график мод это что такое график мод ты ёптать что это блять графикс мод токен name графикс мод да я сейчас загуглю может найдется а графикс мод это наверное полноэкранный режим или оконный бля вообще не ищет даже по поиску вот эту строчку не находит какой график мод там стоял я не помню то ли единиц там стояла то ли два ну пусть будет два посмотрю что это такое ноль это что это оконный режим один это может быть а может быть один полноэкранный то блин какой что график мод стоял а единица стояла во все теперь понятно а что значит график мод но если там единица стояла то все правильно что и на двойку поставил вообще на самом деле этот роблок максимально не оптимизирован почему а потому что открывая просто одну страницу своего сайта одну без игр без всякой хуйни открывая просто лишь страницу в этом браузере он уже грузится все в под завязку это значит что просто вот этот браузер не оптимизирован открытие одной страницы дает нагрузки по всем параметрам зачем ему столько нагружать ну тут просто оконный режим запустился и все вот ну что это это страница просто в браузере но при этом нагрузку ебашит бля надо панельку браузер на открыть как нибудь это же браузер по любому здесь команды какие то есть как открыть меню браузера в роблоксе а в 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 control building notification охуительные настройки ничего не надо абсолютно до настройки а кусок хуйни бля я вот прям уверен что браузер он в старых версиях открывался внутриигровые настройки где это на находится внутриигровые настройки мне нужно браузерное меню открыть и кстати на какой платформе вообще этот браузер сделан интернет-эксплорере который вообще не заточен под игры ну интернет-эксплорер для игр не заточен ёпта все на хроме делают вот стимовский на хроме яндекс на хроме все на хроме делают там производительность выше интернет-эксплорере не хватает требования компьютерного оборудования ну-ка нахуй требования мне я посмотрю требования а процессор современный процессор от 2005 года с тактовой частотой 16 гигагерц выше подхожу подхожу оперативка подхожу подхожу место для хранения 20 мегабайт дебилы обновите вам гигабайт весит нахуй он весит гигабайт блять какие 20 мегабайт места на жестком диске ничего ебнутые какие 1 гигабайт оперативки если она уже один гигабайт живет просто так какой процессор 2005 года неужели нельзя было инфу просто взять и обновить идиоты то есть время есть время и желание тупорывая есть чтобы убрать поддержку 9 и open jl хотя она никому не мешала и никогда не мешала все пользовались чтобы увеличить производительность в игре надо поставить 10 11 директ который может быть хуже даже чем open jl и при этом не обновлять настройки при этом просто не обновить две циферки не подправить там это за минуту делается кстати насчет интернет-эксплорера она же использует стандартный интернет-эксплорер встроенный windows насколько я помню потому что когда я видос по roblox снимал ну не первые не повышение 2 как зайти он требовал обновы на интернет-эксплорер который надо было качать ну такое все даже не знаю что и сказать интересно ли есть если такие карты где провод максимально не требовательно потому что зомби это понятно требовательно спавнит модельки там люди бегают там вокруг много движухи происходят а что-нибудь вот так менее требовательно вот это что такое лифт опия пол это лава блять аж кольцы то играют может еще зомби более-менее оптимизировано по сравнению с остальными никто не будет заморачиваться над оптимизацией да точно вот здесь больше загружено ресурсов да я же говорил что зомби зомби это еще более-менее ой ну блять ну тут пиздец нахуй это освещение вот тут же везде освещение блин вот цвета бы убрать вот эти лайтинги не но там пиздец освещение блять все светится нахуй а я вот чё нашел фуллскрин нашел это прям здесь true оконный режим он в некоторых играх он сильно отъедает он может прям так от есть вот насчет график quality level тоже вот ошибочка вышла потому что 0 он видит как будто как будто 10 вообще-то explorer в первую очередь создавался для военных потому что там охуительная защита но работоспособность производительностью браузера на современный лад маленькая но эйдж это уже другое тоже не explorer раньше explorer он для военных был создан функционал там нахрен никому не нужен был зато защищала хорошо а в любом другом браузере слишком много дырок через которые могут данные украсть будет она раздупляться или нет я кстати понял ошибку демка включенная до поставил фуллскрин и он прям на фуллскрин работает но это не настоящий фуллскрин получается смысл поставить фуллскрин если он не настоящий а вы просто поднялся было 40 отстал 45 значит что-то я все-таки отключил значит и вот я делаю правильно что было 40 до 45 по моему не доходило а ну да но не работает фуллскрин если найти пункт масштабирования если он там есть если вот попадется на глаза надо его сразу выставлять а тут потому что она подстраивается под экран но надо чтобы не подстраивалась бля по моему здесь то же самое ну так плюс 2 fps а может есть как убрать освещение фигня полнейшая получилась он слишком медленно запускается и слишком медленно закрывается пиздец прям слишком медленно так что мне надо было отсюда это охуево знает что мне надо было запустится ли он или нет в чем вопрос это старая версия не запустился тогда запускался вот сейчас нет чтобы сюда подложить бы может лаунчер подложить нет лаунчер тоже не срабатывает о о блять иди нахуй сука закрыть надеюсь она не повредила нет повредила блядина ебаная вот сука повредила бля короче мне кажется затеи со старым роблоксом не канают сдаётся мне может надо было просто поскидывать блять ну ладно хуй с ним пусть перевстанавливает блять теперь уже неважно абсолютно блять какая же вот пидоростная вот движатина почему она не может всё нормально по человечески сделать все старые оставила блять и шейдера нахуй старые оставила падла да наверно докачала свои надеюсь так можно было сделать ну ладно если нельзя я просто папку но дополнительно создам нет всё затея со старым провалена не пойдёт ну отключал когда была возможность я я же сам менял директы когда это было а потом они всё убрали они же просто взяли и всё убрали вот нахуя так делать было если это было всегда куда на хуй вы убрали вообще это зачем вы это убрали кому оно мешало девконсоль девконсоль не надо мне а вот оно что а вот оно что ты смотри что делается это по-моему настраивает разрешение полноэкранное но якобы полноэкранное на самом деле там никакого полноэкранного нету 800 на 600 должно запустить не вроде не меняет кто бывает сама все менять при запуске чином дупляется бесят на хоть эти долгие загрузки но нельзя было перейти на нормальный движок нахуя какой-то убогий блюдский движок делать на испортили поддержку полностью все на новых держится а мне кстати фэппас упал даже демки нет был 45 остал во все возобновился надо было подождать ну-ка блять ты чё сука ты охуела только что было 800 на 600 она блять масштабировала перемасштабировал все блять еще еще значение файли наверное поменяла да нет не поменяла значение файли а нахуй ты перемасштабируешь нет не перемасштабировала но поменяла experimental physics enable true какой какой экспериментал фалса а ну это шворпат тут так тексты не меняются блять пиздец конечно все заведюхо можешь сюда скинуть название экспериментальная физика включена зачем она здесь шоу прелимин а а это освещение походу бля при лиминаре objects это что-то с освещением связано лиминаре блин даже даже вот нечего поставить это оно само все тут скрипт стак трейсинг и ней был что это такое блять нихуя себе чем так требует много сука 340 опять графика походу угандошилась где-то ну ничего и не делал что с ней уже наоборот выключал все плохое отключил плохое стало еще хуже сука как меня бесит это хуйня ёбаная блять но это только в роблоксе вот ни в одной нормальной игре нету такой шляпы обконченной блять но это обконченная хуйня я даже не знаю как назвать сука старался старался отключал плохое оказалось вон чё что такое фэрм фэрм и левел я даже не знаю что это такое это для разработчиков ну хорошо если так если все хорошо блять а в этом разберусь что ли тут загрузка контента по ходу идет поиск по словам как работает в орде поиск нашел что-то с освещением связаны аутентификат тема light это не тонн ох ебать вот это точно нет а это кстати это кстати годная вещь а вот этот файл годная вещь если тут нихуёво покопаться то можно физику херам отключить полностью и тут тоже самое а чем оно отличается рендеры текстуры офигеть вот это годная вещь на фпс влияет на фпс влияет не питалова на фпс влияет чип как он работает а это студийный бля это обычный что-ли опа рендер рендер лифт 1 рендер лифт 2 3 оказывается что же с этими файликами то делать но она и не надо раз уж не работает значит она и не надо а если через cpl насильно директ выставить десятку dx cpl скачать выставить на roblox 10 директ он же запускается отсюда да это просто лаунчера так он должен запускаться так чем блять где нахуй пошел или нет на вроде вроде есть чудо да да запускается только через клиент вот клиент запускается блять человек задает вопрос дайте ссылку а этот это зачем она тебе блять не удается получить доступ к сайту жест не удается получить доступ к сайту это настолько просто и так не находится это простейшая юта блять он не разлогинен яндекс не может скачать потому что а сейчас да control panel заполните анкету чтобы продолжить восстановить доз но я логин пароль вел вел дальше что для пиздец нет сука заебали мне какую-то хуйню просят я еще и код на телефон должен принять если я ввел правильно логин и пароль нахуй ну надо вообще мне а я что постоянно буду вводить придумайте новый пароль нахуя мне его придумывать я старый ввел ввел блять нахуй мне пиздите что я новый пароль должен придумывать ёбики тупорогие блять мой старый пароль кстати не подходит они тут ввели какие-то что я должен цифры какие-то вводить пароль содержит запрещенные символы какие запрещенные символы ничего дуру гонят что там нет запрещенных символ никаких вообще вообще никаких да ладно а русский язык наконец-то свершилось опять код из смс можем все я зашел все она скачалась у меня кстати это второй файл на яндексе я оказывается себе на яндекс уже скачивал него бля ёбаный пиздец это оказывается что он меня был уже здесь на яндексе если покопаться на на гугле не на гугле возможно был блять ёбаная хуйня теперь он не запускается заебал глючить опять connected и скорость я знаю как надо сделать блять оно работало оно хорошо работало но грузит нормально все тупой интерфейс только я не понимаю когда куда это все девать к вылике этих ну шляпа сделала еще хуже чем до этого было кстати памяти вообще по минимуму расходует но это 9 директ до 9 который на 11 работает работает все это максимально хуёво про игры тут можно вообще забыть на хуй с такими приколами хотя мало ли может менюшка только такая оп 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 что это такое тут уже наверное нихуя не сработает вот да я думал из этой сотей что тут годная выйдет а вот оказалось как не очень ну то и фпс а до эксперимент неудачно пошел очень неудачно получилось эксперимент отменяется вот этот вот тут вроде ничего не поменялось на обратно хорошо disabled фьютор левел апгрейд бля а если вот здесь галочку снять то есть что я разрешаю использовать больше блять по хорошему но надо было залезать в папку эти шейдер блять ебучие менять где тут вот этот выключать все это нахуй ну и шо тут поменялось нихуя тут не поменялось не оно поменялось да это поменялось но так то ничего по большому счету например я закрываю 11 закрываю 10 чтобы только на девятке работал сработает не сработает пойдет не пойдет хуй его знает так не работает сука блять блять а шо она и на десятке шо и работать не хочет что это за хуйня блять 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 охуела сука а ебать а если просто десятом ограничится и он будет видеть как как одиннадцатый что что ему не нравится я не понимаю нахуй он подхватывает 11 блять вот за каким хуем он блять подхватывает а если я возьму поставлю так же 10 и 1 какой должен стоять и при этом вот так буду делать типы шопы шейдеры не допускать и что будет блять блять так сразу что ты не разберешь что тут такое вообще а проводник проводник какой хуй там проводник 20 процентов хавал от процессора он к велик чешо бля ну вся эта ебань с директа вообще не сработало ни разу даже не знаю что я не так делаю почему эта программа неправильно работает что с этой программой не в порядке вот какого хуй она неправильная производительность падает на 0 хотя должна была просто повышаться ввиду того что я вот так запускаю так ладно это потом надо будет разбираться так что да все Продолжение следует...